Продолжительная тенденция 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 и на какие цели поступает финансирование неправительственной организации. Эти требования полностью соответствуют как Конституции Кыргызстана, так и международным обязательствам. Это отметил президент Садр Джапаров в ответ на письме госсекретарю США Энтони Блинкену, который недавно выразил обеспокоенность по поводу поправок в законопроект БНКО. Глава государства также отметил, что содержание письма Блинкена имеет признаки вмешательства во внутренние дела Кыргызстана. А проект закона, который сейчас рассматривает Джоур Кукинеш, близок к концепции действующего закона, принятого в США еще в 1938 году, согласно которому статус иностранного агента предусмотрен не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц. Президент Садр Джапаров направил ответное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором он выражает обеспокоенность по поводу законопроекта о некоммерческих организациях, который сейчас рассматривает Джоур Кукинеш. Министр иностранных дел Джейнбек Кулубаев передал письмо послу США в Кыргызстане Лесли Вигери 9 февраля. Сейчас стало известно его содержание. Я вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства. Поясню почему. Вы пишите, ваше гражданское общество уже давно является самым сильным в регионе и ключевой частью демократии в Кыргызстане. Да, это так. Я не только разделяю ваше мнение, но и хочу подчеркнуть, что стремление к справедливости и свободе является генетическим кодом нашего народа. Относительно ваших опасений по поводу законопроекта об иностранных агентах, на самом деле это проект закона Кыргызской Республики, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, закон Кыргызской Республики о некоммерческих организациях в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, хотел бы отметить следующее. Данный проект закона был инициирован группой депутатов Джигуркукинеша Кыргызской Республики и предусматривает поправки в действующий закон Республики о некоммерческих организациях, принят еще в октябре 1999 года. В настоящее время вышеназванный проект закона принят парламентом в первом чтении. Цель проекта закона – внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных некоммерческих организаций, действующих в Кыргызской Республике. На сегодняшний день насчитывается десятки тысяч неправительственных некоммерческих организаций, которые успешно работают по всему Кыргызстану, занимаясь решением многих проблем, по которым раньше у государства не было ни воли, ни желания что-то делать. В то же время следует признать, что часть неправительственных некоммерческих организаций получают финансирование из-за рубежа, причем не только из США и стран Евросоюза. Речь идет о том, что Кыргызское государство, как это ему положено по статусу, намеревается контролировать, откуда приходят деньги в эти неправительственные и некоммерческие организации, кем, как и на какие цели они расходуются. При этом первое, на что обратили внимание дипломаты – это тон письма Блинкина, и назвать его дипломатичным нельзя. Его визави – это министр иностранных дел Кыргызской республики. Если бы было уместно, если бы он со своими пожеланиями обратился к нашему министру иностранных дел. Поэтому вот этим, я хочу сказать, он никаких прав не имеет. Это совершенно другой уровень государственного управления, государственного статуса. Вы понимаете, любая структура – государственная компания, акционерное общество, неправительственные организации, некоммерческие организации – каждый имеет свой финансовый бюджет. И каждый финансовый бюджет – есть закон об отчетности. Здесь речь идет об отчетности данной структуры. Привел в пример Садыр Джапаров действующий закон о регистрации иностранных агентов, который был принят в США еще в 1938-м. И подобные этому есть во многих странах мира. Концепция инициированного депутатами Кыргызского парламента проекта закона близок к концепции действующего закона о регистрации иностранных агентов, принятого в США в 1938-м году. Как нам известно, в законе ФАРА статус иностранного агента предусмотрен не только для средств массовой информации, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения, задержка, регистрация или отказ от нее чреваты не только административным, но и уголовным наказанием. В этой связи не может не возникнуть вопрос – почему вам можно, а нам нельзя? Мы приветствуем и на самом деле поддерживаем деятельность неправительственных и некоммерческих организаций, средств массовой информации, в том числе и тех, которые много лет работают с иностранными партнерами, получая от них финансирование. Главные наши требования – исполнение норм Конституции и законов Кыргызской Республики, в том числе Налогового кодекса. Обеспечение прозрачности деятельности неправительственных и некоммерческих организаций, средств массовой информации и их подотчетности перед налоговыми органами. Общества, государства должны видеть откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной и некоммерческой организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе полностью соответствует как Конституции и Гргызской Республики, так и нашим международным обязательствам. В соответствии с нормами Конституции и законов Гргызской Республики государство не вмешивается и не собирается вмешиваться в основную деятельность неправительственных и некоммерческих организаций и средств массовой информации. Каждая сторона самостоятельно определяет внутреннюю и внешнюю политику. Каждая сторона заботится о своей безопасности самостоятельно. Кыргызстан, как и Америка, является членом организации объединенных наций, многих международных организаций. У нас есть своя Конституция, свое законодательство. И Кыргызстан вправе без вмешательства, без диктовки извне, кто бы то, кто бы то и какая бы страна ни была, самостоятельно определять свой путь. И у нас есть Конституция, и мы подчиняемся всей этой Конституции. Тонн государственного секретаря, я считаю, не совсем этичный, не совсем дипломатичный. Я вот как руководитель частной компании, да, мы платим налоги и за месяц сдаем отчеты, квартальные, годовые, и подчиняемся законодательству. А почему НПОшники некоторые десятки миллионов долларов получают, да, и никакой отчетности не дают? Они что, должны привилегии получать, что ли? Изменения в закон, предлагаемые парламентариями, не будут препятствовать деятельности некоммерческих организаций. А их в Кыргызстане зарегистрировано порядка 30 тысяч. Государство не вмешивается и не собирается вмешиваться в деятельность НПО, НКО или СМИ. Кыргызстан лишь требует обеспечить прозрачность их деятельности и подотчетность налоговым органам. Общество и государство должны видеть, из каких иностранных источников и на какие цели поступает финансирование той или иной неправительственной организации. Иностранные финансы, которые работают в какой-либо стране, они должны контролироваться этой страной, да, такого, чтобы, вот вы можете получить деньги хоть откуда, заниматься чем хотите, и не надо никакого отчета, нет, ни в одной стране. С самих Соединенных Штатов существует закон от 1938 года, о котором, кстати, упоминает наш президент, о котором очень жесткие требования, да. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что именно вот эти некоммерческие организации и раздули эту тему. Отметил глава государства в письме и то, что за три десятилетия в Кыргызстане появилась прослойка неправительственных и некоммерческих организаций, которые получают финансирование из-за рубежа. В кыргызском обществе их называют грантаедами. Руководители таких организаций превратили их в семейные предприятия, занимающиеся распиливанием денег, поступающих от иностранных спонсоров. Об этом неоднократно писали в СМИ. Руководители НПО и НКО зачастую спекулируют на своих якобы трудностях и гонениях, а это вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза. Ответ госсектора США Блинкену, нашего президента Садыра Зяпарова, он был правильным и объективным. Мир меняется. Нету того времени, когда Америка могла всем странам мира диктовать, что делать и как делать. Америка находится за 10 тысяч километров от Казахстана, представляете? И многие вещи, которые отсюда до них находят информацию, я думаю, что не совсем объективно трактуются и не совсем объективно оцениваются. Поэтому такое письмо пришло. Ну, ответ был, соответствую, я считаю, с национальными интересами. Садыр Джапаров также предложил Энтони Блинкену провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями в Кыргызстане, финансируемыми правительственными организациями США хотя бы за последние 10 лет. Аяна Дюшикеева, Исенту Рабыкеев, Аллату-24. Президент Садыр Джапаров прибыл с рабочим визитом в Дубай. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Аль-Мактум. Главу государства встретил министр образования ОАЭ Ахмад Бильхул Аль-Фаласи. Напомним, что Садыр Джапаров по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мухаммада Бинзаеда Аль-Нахайна, прибыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия во всемирном правительственном саммите. Кроме того, президент проведет ряд встреч с руководством ОАЭ и представителями эмиратских компаний для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Всемирный правительственный саммит, стартовавший сегодня в Дубае, проходит под лозунгом «Формирование правительств будущего». В нем принимают участие главы государств более 150 стран, в том числе президент Кыргызстана Садыр Джапаров, главы правительств, а также руководители крупнейших международных организаций и международные эксперты. Подробности далее. Более 150 правительственных делегаций, свыше 85 международных и региональных организаций и глобальных институтов, более 4000 участников, 6 основных тем и 15 глобальных форумов, в обсуждении которых примут участие около 200 международных деятелей, включая главы государств, министров и международных экспертов. В рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае с 12 по 14 февраля будут рассмотрены вопросы содействия международному сотрудничеству, обмену знаниями и передовым опытом в целях поиска более эффективных решений для построения лучшего будущего человечества. В рамках рабочего визита по приглашению президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада Бинзаеда Аль-Нахаяна планируется выступление президента Кыргызстана Садырджа Парова на пленарной сессии саммита, проведение двухсторонних встреч с руководством страны и представителями эмиратских компаний для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Мир изменился, мир становится многополярным. Если вы обратите внимание, то раньше все мероприятия в основном на Западе проходили, такие глобального масштаба. Сейчас акценты смещаются на восток. Это и в Китае, это проводится и в арабских странах, и так далее. Поэтому то, что мы активно участвуем и стремимся, будем говорить, для государства, для нашего народа принести пользу, во всех, будем так говорить, вопросах развития Кыргызстана это очень важно. По итогам 2022 года ВВП Кыргызстана составил около 11 миллиардов долларов. В минувшем году этот показатель перевалил отметку в 1 триллион сомов. Экономика Объединенных Арабских Эмиратов по итогам 2023 года превышает 500 миллиардов долларов. Численность населения обеих стран сопоставима. Чуть более 7 миллионов в Кыргызстане и 9,5 миллионов в Объединенных Арабских Эмиратах. За 2022 год, как сообщается, объем товара оборота стран вырос на 80% и составил 125 миллионов долларов. Для нашей страны это будет очень большая возможность заключить договора между различными, скажем так, участниками, которые будут участвовать именно в этом форуме. Послушать, как какие страны, каким образом сегодня двигаются вперед в этих направлениях. Я думаю, все это даст возможность нам потом эту работу усилить здесь, в нашей стране, потому что мы видим, что последние 2-3 года у нас в стране очень хорошо идут изменения. Инновационные решения глобальных проблем и улучшения жизни мирового общества в целом. 25 стратегических докладов аналитических центров, академических и исследовательских учреждений, исследующих глобальные тенденции в различных секторах и реализуемых государственных стратегиях. В этом году, как сообщается, Всемирный правительственный саммит планирует запуск глобального опроса министров разных стран мира с предложением поделиться идеями по важнейшим глобальным проблемам и принять участие в продвижении совместных решений. Искусственный интеллект – это как улучшить здравоохранение, как надо сделать эффективную работу правительства, чтобы в условиях неопределенности глобальных изменений, чтобы это не сильно влияло вообще на экономику, на жизнь, на социально-экономическое положение страны. Всемирный правительственный саммит был создан группой экспертов в 2014 году. И с тех пор ежегодно проводится в Дубае в качестве форума для государственных руководителей и идейных лидеров. Он также является форумом для бизнесменов и частного сектора. В его рамках обсуждаются вопросы государственной политики, технологических инноваций и другие актуальные темы глобального масштаба. Около десятка соглашений и меморандумов было подписано в ходе официального визита председателя Кабинета Министров Аклыбека Джабарова в Турцию. В числе достигнутых договоренностей крупные инвестиционные проекты в сфере логистики и торговли, переработки промышленности и не только. О новых возможностях строительства Кыргызстана и Турции, сотрудничества. Довести взаимный товарооборот до 5 миллиардов долларов – такую задачу ставят перед собой руководители Кыргызстана и Турции. Причем это вполне реально, учитывая инвестиционный потенциал расширения границы торговли. Спрос товаров на рынке из двух стран огромен. Об этом не раз говорилось во время встречи на высшем уровне. И Джапаров, и Эрдоган готовы к реализации крупных совместных проектов. За последние три года Турция стала одним из стратегических партнеров Кыргызстана, постепенно расширяя свое взаимодействие в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научно-технической сферах, также войдя в пятерку крупных инвесторов. Об этом также говорилось в ходе недавнего визита председателя кабинета министров Аклбека Джапарова в Турцию, где состоялись встречи с крупными предпринимателями, по итогам которого подписаны контракты на десятки миллионов долларов, а также меморандумы и соглашения. Турецкий бизнес проявил заинтересованность и в сфере энергетики, водных ресурсов, в сфере промышленности, поэтому это сейчас уже мы все начнем переводить в практическую проработку. Со стороны Министерства экономики предложены проекты по организации совместной деятельности в сфере ювелирной промышленности, в сфере обработки кожи и с турецкой стороны встречные предложения были в сфере проектов в сфере ирригации, капельного рожения, сельскохозяйственной промышленности. И мы в ближайшее время будем уже подводить план работ, чтобы уже организовать двусторонний формат взаимодействия для реализации проектов. Кыргызстан открыт для инвесторов и турецким бизнесменам интересны проекты, которые предлагается совместно реализовать. Это проекты в области энергетики, горнорудной промышленности, переработки. К примеру, крупнейшая турецкая фармацевтическая компания уже рассматривает открытие в Кыргызстане завода. В свою очередь, наша страна готова предоставить им земельный участок, налоговые льготы, послабление в подаче электроэнергии и не только. Кыргызстан является создание промышленных зон, по примеру, турецкой модели на территории Баткенской и Чуйской областей. Мы планируем создать такие зоны, где будут производиться и упаковываться по международным стандартам и экспортироваться дальше в Турцию и в Европейский Союз. Кыргызстан и Турция торговые партнеры и в основном товары перевозятся наземным транспортом. Так, согласно достигнутым договоренностям, теперь транспортировка грузов значительно упрощена. Подписали изменения в протоколе о соглашении о международных перевозках. Это было подписано 28 февраля 1992 года. Это мы подписали изменения. Это об отмене дозволов, расширения бланков, расширения на перевозки двух стран. Это мы сейчас отменили. Это, получается, мы разграничили, убрали там эти ограничения и доступы, барьеры, получается. Сейчас наши перевозчики могут свободно туда, в этих двух странах, могут свободно перевозить грузы. Это будет увеличение у нас экспорта, импорта будет увеличение без ограничения. Сегодня активно ведется торговля и на маркетплейсах. Кыргызстан готов предложить этому рынку и свои товары. Для этого есть возможность перенять опыт турецких коллег в электронной коммерции и деятельности логистических центров. По итогам визита также подписан новый план мероприятий, который станет некой дорожной картой по продвижению всестороннего сотрудничества двух стран до 2025 года. Надежда Усова, Бегченко, Тусуна, Палату, 24. Председатель Кабинета министров Аклбек Джапаров провел совещание в Министерстве ангельсики по обсуждению вопросов реконструкции и модернизации тестов Бишкека. Так, в ходе совещания представлена презентация из четырех вариантов предстоящей модернизации столичной ТЭЦ. Было отмечено, что нынешнее состояние энергоблоков ТЭЦ характеризуется физическим износом и требует современных технических решений. Кабак обмена, обсудив представленную презентацию, отметил, что при модернизации ТЭЦ надо обратить внимание на те проекты, которые направлены в том числе на сокращение атмосферных выбросов. Кроме этого, он подчеркнул, что следует учесть децентрализацию системы теплоснабжения Бишкека с учетом строительства локальных теплоэлектростанций и котельных. В завершение глава Кабмина поручил представить экономические расчеты по каждому отдельному проекту и дал ряд поручений профильным государственным органам. Объем промышленной продукции в январе этого года составил более 37,5 млрд сова, что больше по сравнению с январем прошлого года на 16,5%. Положительные тенденции наблюдались в основном в строительстве, оптовой и розничной торговле и сельском хозяйстве. Такие данные приводят на Статком в отчете по социально-экономическим показателям за этот год. Как было отмечено, за первый месяц этого года также заметно возросло поголовье крупнорогатого скота и домашней птицы. О показателях января в цифрах расскажет Елена Ткаченко. Деревянные бумажные изделия, полиграфия, резина и пластмасса, пищевые продукты и текстиль. В этих отраслях заметнее всего прирост промышленных показателей с начала года. Благодаря чему в январе объем промышленной продукции составил 37,6%, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 16,5%. ВВП в январе этого года составил 73,268,000,000 сумм, что выше прошлогоднего показателя на 107,4%. В ВВП в сельском хозяйстве 12,000,000,000 сумм. Большая доля в структуре ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги. Это 52%, промышленность 21%, сельское хозяйство 5%, строительство 2%. Рост объемов промышленного производства по сравнению с январем 2023 года обеспечен повышением объемов производства деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, основных металлов, пищевых продуктов и табачных изделий. В текстильном производстве, производстве одежды, обуви, кожи и кожных изделий, отечественных нефтепродуктов, фармацевтической и химической продукции. Что касается товара оборота, то объем взаимной торговли Кыргызстана с государствами-членами ЕАЭС в январе-декабре 2023 года составил почти 4,5 миллиарда долларов. И по сравнению с январем-декабрем 2022 снизился на 8,7%. Наибольшая доля взаимной торговли республики на этот период пришлась на Россию и Казахстан. Объем внешней торговли с третьими странами вне ЕАЭС составил более 11 миллиардов долларов и по сравнению с январем-декабрем 2022 вырос в полтора раза. Основными странами-партнерами Кыргызской республики в экспорте товаров являлись Швейцария, доля которой в общем объеме экспорта составила 32,9%. Россия 22,6%, Казахстан 13,8%, Узбекистан 8,8%, Объединенные Арабские Эмираты 5,7%, Турция 4,6%, Китай-Конконг 3,5% и Китай 2,4%. Увеличение экспортных поставок в январе-декабре прошлого года по сравнению с январем-декабрем 2022 года и обеспечено повышением поставок оборудования и механических устройств в 2,2 раза. Средств наземного транспорта и частей к ним в 1,8 раза, каменного угля в 1,7 раза, руды и концентратов драгоценных металлов в 1,5 раза, электрических машин и оборудования на 29,8%, пластмассы и изделия из них на 28,3%, волокна хлопкового на 12%, хлеба и хлебобулочных изделий на 8,9%. На основе проведенного пересчета домашнего скота и птицы прирост поголовья крупного рогатого скота составил более 101% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост отмечается в основном в Джалалабадской, Ожской и Чуйской областях, а вот лошадей больше всего в Нарынской области. Стоит отметить, что для подсчета поголовья скота используется специально разработанная методология, которая позволяет получить наиболее полные и точные данные. В соответствии данной методологии подлежит скот, находящийся на территории каждого Аймата, а также на территории городов. Также учитывается скот на отдельно стоящих объектах, как кошарах, фермах, зимовках и так далее. Стоит отметить и то, что в январе этого года отмечен прирост потребительских цен и тарифов на 0,2%. Вместе с тем отмечается и повышение заработной платы, которая в среднем по республике составляет 33 258 сомов. И это все, что мы успели рассказать вам за время нашей программы. Все материалы моих коллег размещены на страницах НТРК и Алату-24 в Ютубе, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь, будьте в курсе событий в стране и мире. А я желаю вам всего самого доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok